На заводе Сады Придонья состоялась экскурсия для журналистов. Разумеется, пресса интересовала развитие производства, расширение площади садов, запуск второй очереди завода по изготовлению детского питания. На все вопросы корреспондентам региональных СМИ ответил президент компании. Встреча с журналистами началась с экскурсии. Около 7 тысяч гектар плодовых садов у компании Сады Придонья. Причем только в Городищенском районе Волгоградской области больше 1 тысячи. В хозяйствах выращивают свыше 60 сортов яблонь. Такие масштабы впечатляют. Вот этот юбилейный сад был заложен 2 года назад в честь 15-летия компании. Некоторые деревья уже заложили урожай, то есть уже будем в этом году первый урожай брать. Ежегодно в садах Придонья на закладку новых садов идет около полумиллиона саженцев. А чтобы все они прижились, используется самая современная система полива. Через капельный полив, то есть удобрение сейчас водорастворимое, я могу дать дереву все через капельный полив, любое удобрение в жидком виде. Удобрение, чтобы дать, мы делаем анализ, то есть листовой анализ, почвенный анализ. Экскурсия продолжилась в лаборатории. Здесь гостям не только рассказали о контроле качества, но и провели небольшую дегустацию новой продукции, среди которой соки и пюре в стеклянной упаковке. Завод по производству детского питания открылся около года назад. Порядка 75 тысяч точек в Российской Федерации, в странах СНГ, где наша продукция есть в стекле. Мы имеем еще запас роста. Мы взяли пока в стекле порядка 5,5% доли рынка. В этой категории рынка России и СНГ. Для того, чтобы увеличить объемы производства, необходимо самое современное оборудование. Поэтому впереди модернизация предприятия. Очень много производственных планов. Планов реконструкции большой, потому что первые цеха, которые были, они были уже недостаточно эффективны. Они в модель вот этого ай-плана, который у нас в полной роботизации, не вписывались. Поэтому мы пошли на эту большую реконструкцию. В ближайших планах руководства Садов Придония открытие второй очереди завода детского питания. Екатерина Караваева, Андрей Стомин, телекомпания «Ахтуба» из Городищенского района.